В студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели». Программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненецкого округа и повышения уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. В региональном парламенте состоялась очередная сессия собраний депутатов Ненецкого округа. Депутаты внесли изменения в закон округа о транспортном налоге. Льготы по транспортному налогу будут теперь предоставляться в беззаявительном порядке. Состояние централизованной системы холодного водоснабжения города Наринмары и обеспечения чистой водой жителей Заполярного района обсудили в собрании депутатов Ненецкого округа на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Депутаты окружного собрания порекомендовали Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого округа провести расчеты по увеличению стоимости питания в образовательных организациях региона и включить в рацион учащихся продукты местного производства. В Наринмаре прошла очередная 39-я сессия собраний депутатов Ненецкого округа 28-го созыва. В ходе сессии депутаты приняли решение по 8 вопросам повестки дня, в их числе поправки в окружные законы о недропользовании, регулировании лесных отношений и отдельных вопросов организации местного самоуправления, бюджетном процессе и транспортном налоге. Также депутаты рассмотрели проекты постановления о внесении изменений в положении о счетной палате Ненецкого округа и об отзыве на проекты федерального закона о публичной власти в субъектах Российской Федерации. В собрании депутатов Ненецкого округа главой региона внесен проект бюджета на 2022 год и на плановый период. Документацию спикеру регионального парламента Александру Лутовинову передал заместитель губернатора, руководитель департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Проект закона об окружном бюджете на ближайшие три года внесен в региональный парламент в установленные регламентом сроки. И если раньше проект окружного бюджета состоял из нескольких внушительных по размеру папок, то в настоящее время проект предоставляется в форме электронного документа. Мы его направим в экспортно-правовое управление на предмет его соответствия всем установленным требованиям. И далее у нас в рамках бюджетной комиссии и профильных комиссий мы начнем рассматривать уже конкретно, построчно, по тем вопросам, которые для нас являются определяющими, а именно это вопросы, конечно, социальной значимости, социальные вопросы, вопросы здравоохранения, вопросы образования, вопросы ЖКХ и строительства, то есть все те узловые вопросы, которые нам необходимо решать в перспективе на следующий год и на плановый период 23-24 годов. Заместитель губернатора Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко при передаче проекта окружного бюджета в собрание отметила, что проведена большая работа со всеми профильными департаментами, но вместе с тем еще предстоит корректировка параметров бюджета. Впереди у нас большие поправки, в частности, включение национальных проектов, федеральных средств, то, что сейчас пойдет по линии федерации. Поэтому эти суммы еще возрастут. Я думаю, что это и это коррадует. Хорошо. То, что действительно возможно, дополнительное расходное обязательство, которое мы, как правило, учитываем на мартовской сессии и дальше на июньской, это вопросы, которые у нас предусмотрены регламентом и, разумеется, опять совместно с департаментом финансов. Мы, разумеется, эти вопросы будем и в дальнейшем рассматривать в качестве возможных, дополнительных, наших дополнительных возможностей, для того, чтобы мы могли реализовывать те задачи, которые действительно нам профильные департаменты, в том числе, будут делегировать. Председатель постоянной комиссии Собрания депутатов по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова напомнила, что в окружной закон о бюджетном процессе в прошлом году были внесены изменения. Совместно с администрацией мы уже прошли нулевые чтения, это основные, это расходные обязательства, и уже основные параметры, особенно по расходам, мы знаем, у нас будут депутатские слушания после того, как будут рассмотрены на профильных комиссиях и на комиссии по экономической политике и бюджету, и мы уже при депутатских слушаниях, то, что не было учтено в проекте бюджета, совместно с администрацией выработаем какие-то решения, я думаю, что, ну, изменения, как всегда, как и в прошлом году, многие депутатские рекомендации были учтены, это правильно. Обсуждение проекта бюджета на ближайшие три года начнется в собраниях депутатов Ненинского округа после решения палаты законодательных предложений о принятии законопроекта к рассмотрению. Реализацию мер по включению представителей малочисленных народов в федеральный реестр коренных малочисленных народов Севера обсудили на профильной комиссии собраний депутатов Ненинского округа под председательством Матвея Чупрова. На заседании постоянной комиссии по делам Ненинского и других малочисленных народов Севера экологии и природопользованию с информацией выступил руководитель департамента внутренней политики Ненинского округа Лина Гущина и исполняющий обязанности руководителя департамента цифрового развития связи и массовых коммуникаций Михаил Марков. В мае 2021 года многофункциональный центр заключил соглашение с Федеральным агентством по делам национальности и России о взаимодействии, а с июня текущего года центр начал работу по включению представителей малочисленных народов в список КМНС. За этот период обратилось 139 человек, большая часть из которых жители населенных пунктов округа. Самые активные проживают в Харивере и Несе. По итогам обсуждения вопроса комиссия рекомендовала департаменту внутренней политики Ненинского округа совместно с главами муниципальных образований усилить разъяснительную работу с населением о необходимости включения представителей малочисленных народов в Федеральный реестр КМНС, преимуществах и льготах после регистрации. Как отметил председатель профильной комиссии Матвей Чупров, большое значение в этом процессе имеет информированность населения и это общая задача органов власти. Реестр будет использоваться для реализации прав коренных малочисленных народов, таких как традиционное рыболовство и охота, социальная пенсия, замена военной службы на альтернативную, образование территорий традиционного природопользования и создание общин, иные меры государственной поддержки. Состояние централизованной системы холодного водоснабжения города Наринмары и обеспечения чистой водой жителей Заполярного района обсудили в собрании депутатов Ненинского округа на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. В Ненинском автономном округе реализуется подпрограмма обеспечения населения Ненинского округа чистой водой, региональной государственной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ненинского округа. Информацию о состоянии дел по обеспечению чистой водой жителей города представил первый заместитель главы администрации муниципального образования городской округ город Наринмар Андрей Бережной. Он отметил сложную ситуацию с водоснабжением, связанную с изношенностью сетей и водозабором, построенными еще в начале 70-х годов прошлого века. На сегодняшний день подъем воды из скважины водозабора Озерный осуществляется круглосуточно. В среднем это 4000 кубов в сутки. В эксплуатации находится 16 скважин. Пять из них наблюдательные, необходимые для введения мониторинга состояния подземных вод. Добыча воды осуществляется из 11 скважин, семь из которых постоянно работают на наполнении резервуаров. Добытая из скважин вода накапливается на водонапорной насосной станции, в которой установлено два накопительных резервуара в бетонном исполнении объемом 2400 кубов каждый и два приемных резервуара объемом по 500 кубов каждый. По словам вице-мэра, физическое состояние некоторых скважин неудовлетворительнее, в связи с чем необходимо непригодные скважины вывести из эксплуатации, а для восполнения объема добычи вод требуется бурение дополнительных скважин. Следует обратить внимание и на химический состав воды. В воде повышено содержание железа и марганца, которые являются токсичными элементами. При контакте с воздухом вода приобретает окраску, мутнеет, становится непригодной для питья и стирки. При транспортировке железосодержащих вод усиливается процесс коррозии металлических труб. В настоящее время система очистки воды на водозаборе не предусмотрена. Вода очищается методом отстоя. Что касается водопроводных сетей, как рассказал представитель администрации города, основные магистральные трубопроводы находятся в эксплуатации более 40 лет. Их техническое состояние оценивается как неудовлетворительное. Отсутствуют мощности для перспективного строительства, поскольку имеющаяся инфраструктура рассчитана на гораздо меньшее количество жилых домов. Силами ПОКИТС предпринимаются определенные меры для улучшения ситуации. Все разборные колодцы и запорные арматуры за последние полтора года заменены. Но это не решает проблему, необходимо ее рассматривать в комплексе, поскольку мероприятие финансово емкое, реконструкцию разбили на несколько этапов. Из четырех проектов о модернизации водоотводов два прошли полную экспертизу. Объем финансирования порядка 85 миллионов рублей. У муниципального образования таких средств нет. В ходе заседания комиссии обсудили также проблемы обеспечения чистой водой в сельских поселениях. Начальник отдела ЖКХ энергетики и транспорта и экологии администрации Заполярного района Алексей Парилов отметил, что 98% населения охвачены организованным водоснабжением. Из них питьевое водоснабжение организовано для 90% жителей района. Еще 2% пользуют либо частные скважины, либо иные способы. Реки, озера. В большинстве населенных пунктов качество питьевой воды требует очистки. Из 40 населенных пунктов очистные установки в той или иной форме установлены в 23 поселениях. С каждым годом и процент охвата и качество воды улучшается. Администрации Заполярного района удалось достичь значительного прироста обеспеченных питьевой водой населенных пунктов за счет внедрения водоподготовительных установок в период с 2016 по 2021 годы. В Нижние Пеши, Бугрино, Коротайки, Ваучейском, Чижа, Снопе, Макарова, а также за счет выполнения большого объема работ по ремонту и модернизации ранее установленных станций в Коткино, Харивере, Лабужском, Нельменом Носе, Индиге и Устькаре. Обеспеченность водоснабжением за последние 5 лет увеличилась с 84% до 98%, питьевой водой с 52% до 90%. В рамках муниципальной программы «Чистая вода» в 2021-2023 годы предусмотрена реализация нескольких проектов. Уже в этом году выполнен монтаж водоподготовительной установки в деревне Макарова. В ближайшее время она будет введена в эксплуатацию. Также в 2021 году заключен контракт на проектирование водопроводных сетей в деревне Лабужское. Завершение этих работ планируется в 2022 году. В следующем году предусмотрена поставка и монтаж водоподготовительных установок в деревнях Пылемец и Щелина. А в ноябре 2022 года планируется ввести в эксплуатацию установку в поселке Варнак. В 2023 году ожидается поставка и монтаж водоподготовительной установки в деревне Верхняя Пеша. В 2021 году начато и будет продолжено в 2022 году проведение геологического изучения, поиск и оценка подземных вод в селе Несь. Подобраны два участка, на которых можно организовать водозабор и санитарно-защитную зону. Будет предусмотрена система очистки. Что касается развития централизованных систем водоснабжения, они есть пока в отдельных поселениях. Очень много вопросов у жителей, особенно города, по обеспечению чистой водой. Вроде бы рядом дома стоят, например, это вот взять кирпичные дома, где чистая вода, и в то же время в боезетах там желтая вода. Качество воды в первую очередь не отвечает тем требованиям по показателю такому, как цвет. Потому что зачастую желтая вода. Вот в искателях, да, пишут зачастую в соцсети, что невозможно вода очень темная, белье становится, когда стираешь, тоже темная. И мы должны понимать, что же мы будем делать. Поэтому пригласили сегодня представителей полномочий исполнять непосредственно по чистой воде это заполярный район, на территории заполярного района, и город на территории города. Ресурсоснабжающим является Севержилкомсервис и наш ПОК. Было задано много вопросов от депутатов, были предоставлены доклады, что необходимо сделать. На сегодняшний день уже есть четыре проекта, два проекта прошли экспертизу, и это в целом стоимость составляет где-то около 85 миллионов. И мы надеемся, что, ну и в депутатских рекомендациях будет также прописано, пока в проекте бюджета не предусмотрены эти средства, но значит мы будем в депутатских рекомендациях прописывать, чтобы средства бюджета на эти две программы были предусмотрены. А так, конечно, нужно будет системно и планово вести работу, поэтому попросили, чтобы департамент вместе с муниципалитетом предоставили нам дорожную карту, что мы будем системно и планово делать для того, чтобы были жители не только города, но и села обеспечены чистой водой. Депутаты также рекомендовали администрации округа принять меры по привлечению из федерального бюджета дополнительных средств на модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в городе Наринмаре в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». Также необходимо проработать вопрос с федеральными органами власти о предоставлении из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, связанных с реконструкцией системы водоснабжения. Деятельность спортивной школы Олимпийского резерва труд обсудили в региональном парламенте. В госучреждении готовят резерв для спортивных сборных команд Ненинского округа и Российской Федерации. Деятельность спортивной школы Олимпийского резерва труд детально обсудили на заседании постоянной парламентской комиссии по образованию, культуре и спорту под председательством депутата Андрея Смаченкова. Помимо основной базы спортивного учреждения, расположенного в городе Наринмаре, работают филиалы школы Олимпийского резерва в сельских поселениях в Красном, Нельмином-Носе, Оксино, Коткино, Нижней Пеши и Мисси. Их основная задача организация занятий физической культурой и спортом для разных возрастов и приведения спортивно-массовых мероприятий. Также для жителей региона реализуется программа дополнительного образования спортивной направленности. Воспитанники спортивной школы занимаются лыжными гонками, тэхвандо, спортивной борьбой, северным многоборьем, боксом, фигурным катанием, хоккеем. Труд региональный оператор по тестированию населения по выполнению нормативов испытаний ГТО в Ненецком округе. В 2021 году нормативы сдали 146 человек. Всего в этом году спортивная школа проведет 130 спортивных мероприятий в городе. В 2021 году в окружной бюджет предусмотрено порядка 122 миллионов рублей учреждению на выполнение государственного задания. Из федерального бюджета на поддержку спортивных организаций предусмотрено порядка 200 миллионов. Субсидия на оснащение спортивно-технологическим оборудованием составляет 20 миллионов рублей. В ходе заседания представители профильного ведомства отметили, что существуют проблемы недофинансирования федеральных стандартов спортивной подготовки. По предварительным подсчетам более 20 миллионов рублей не хватает для оснащения учреждения, чтобы оно соответствовало минимальным требованиям к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации. Как заверил в ходе заседания председатель профильной комиссии Андрей Смыченков, к этому вопросу парламентарии вернутся при рассмотрении окружного бюджета на трехлетний период. Депутаты также высказали обеспокоенность по наличию кадров в сельских спортивных учреждениях и рекомендовали профильному ведомству подготовить соответствующую информацию. Окружные депутаты также предложили ведомству знакомить жителей региона с графиком работы лыжероллерной трассы в Наринмаре для занятий спортом профессиональных спортсменов и жителей города, которые занимаются массовым спортом. Льготы по транспортному налогу будут предоставляться в беззаявительном порядке. Собрание депутатов Ненинского округа обсудили в десенние изменений в окружной закон о транспортном налоге. Вопрос был рассмотрен на заседании Постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету. Законопроект разработан в целях обеспечения беззаявительного порядка предоставления гражданам налоговых льгот по транспорту. Это соответствует принципам, заложенным в послании президента о проактивном предоставлении госуслуг. Окружным законом о транспортном налоге отдельные категории граждан освобождены от уплаты транспортного налога за одно зарегистрированное транспортное средство соответствующего вида объекта налогообложения легковые автомобили, мотоциклы, снегоходы и так далее. Применение наложения о предоставлении налоговой льготы без заявления налогоплательщика затруднительно для налоговых органов в случае, если у налогоплательщика имеется несколько транспортных средств одного вида. В этой связи законопроектам предлагается предусмотреть, что граждане, имеющие льготы, освобождаются от уплаты налога на усмотрение владельца либо в отношении объекта налогообложения с максимально исчисленной суммой налога. Что касается многодетных семей, а также родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, то от уплаты налога освобождается каждый из родителей, усыновителей, приемных родителей. Условия те же. Заодно зарегистрированы транспортные средства соответствующего вида объекта налогообложения на усмотрение владельца либо в отношении объекта налогообложения с максимальной исчисленной суммой налога. Законопроект депутаты На заседании комиссии собраний депутатов Ненецкого округа по вопросам образования, культуры и спорта депутаты обсудили итоги образовательной деятельности в прошлом учебном году. Образовательную деятельность в регионе оказывают 53 организации. Из них в Ненецком округе функционируют 26 школ, 21 дошкольная организация, 3 средних профессиональных учреждения, а также 3 организации дополнительного образования. Спортивная школа Олимпийского резерва «Труд» и Ненецкий региональный центр развития образования. Для детей, кочующих родителей, в отдаленных поселениях с 2016 года организован кочевой детский сад. В 2021 году на проект для кочевников в окружном бюджете предусмотрено более 620 тысяч рублей. Одним из приоритетных направлений в регионе в сфере образования является работа по поиску, поддержке и сопровождению одаренных детей и талантливой молодежи. В Ненецком округе создана единая система интеллектуальных и творческих состязаний, способствующая выявлению и сопровождению одаренных учащихся и студентов. В прошлом году в Наринмаре открыли детский технопарк «Кванториум». В настоящее время в нем обучаются 557 человек. С 2020 года в округе реализуется проект «Земский учитель», предусматривающий единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты или поселки городского типа с населением до 50 тысяч человек. В прошлом году в рамках данной программы приступили к работе два учителя. Учитель математики в средней школе поселка Индига и учитель английского языка в Искательской средней школе. В ходе обсуждения вопросов в сфере образования депутаты на заседании комиссии заострили внимание на строительстве новых образовательных объектов в городе и на селе, проведении капитального ремонта в ряде функционирующих. На заседании было отмечено, что есть определенные сложности при проведении ремонтных работ в учреждениях и находящихся в отдаленных населенных пунктах округа, в частности в Харуте и Амдерме, необходимо строительство детского сада в Харивере. По-прежнему остается нерешенным вопрос строительства специализированного жилья для специалистов, чтобы квалифицированные кадры могли работать в регионе. Депутаты также рекомендовали профильному ведомству провести расчеты по увеличению стоимости питания в образовательных организациях. Такие обращения поступают в собрания от руководителей образовательных организаций. Председатель постоянной комиссии Андрей Смыченков предложил включить в рацион учащихся образовательных организаций продукты местного производства. В качестве рекомендации окружные парламентарии также предложили рассмотреть возможность открыть дополнительные бесплатные группы в средних специальных учебных заведениях округа. В собрании депутатов Ненинского округа продолжается рассмотрение тематических вопросов в рамках комиссии по экономической политике и бюджету. На очередном заседании комиссии обсудили строительство социальных объектов в регионе. Участие в заседании приняли представители профильного ведомства. Исполняющий обязанности руководитель департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Павел Масюков проинформировал депутатов о текущих стройках и планах на ближайшее время. В настоящее время идет строительство четырех социальных объектов. В текущем году планируется завершить строительство «Еслей сада номер 2» в городе Наринмаре на 60 мест. На объекте работает компания «Стройуниверсал». В высокой степени готовности, 95%, находится котельная в поселке Искателей. В настоящее время устраняются замечания Ростехнадзора. В соответствии с графиками идет строительство школы сада в поселке Нельминнос. Срок окончания контракта 30 сентября 2023 года. Стоимость строительства более 672 миллионов рублей. Мероприятие реализуется с участием федеральных средств в размере 132 миллионов на 2022-2023 годы. Проблемный строительный объект «Еслей сад» в городе Наринмаре. Подрядчик – организация «Версеем». Решение арбитражного суда Архангельской области назначено судебной экспертизой для определения фактического объема работ и фактической стоимости выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией. Судебное заседание по распоряжению контракта будет назначено после рассмотрения судом результатов экспертизы. Что касается новых объектов, то в настоящее время выполняются работы по разработке ПСД для строительства ФОКа в поселке Искателей. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год. Проектно-сметная документация по детскому саду в поселке Харивер в сентябре 2021 года направлена на госэкспертизу. Председатель комиссии Наталья Кордакова обратила внимание администрации округа на необходимость предусмотреть в проекте бюджета на трехлетний период финансирования строительства этого объекта. Идет подготовка к торгам на проектирование и строительство здания дома-интерната для престарелых в Наринмаре. Проводится работа по устранению замечаний по проектной документации Ненинской специальной коррекционной школы-интернат. На заседании речь шла и о разработанной проектной документации по ряду объектов, строительство которых не ведется либо приостановлено. Ви в числе дом культуры в поселке Искателей, культурно-досуговый центр в поселке Лесозавод, молодежный центр и экспозиционный комплекс под открытым небом, дом и усадьба жителя Пустозерской Волости конца 19-го начала 20-го века. В деревне Устье по двум последним объектам предложено рассмотреть вариант достройки на условиях государственно-частного партнерства. По инженерной и транспортной инфраструктуре земельных участков в районе улицы Заводской предложено предусмотреть средства за счет уменьшения финансирования на долевое строительство. Собрание депутатов объявило о выдвижении кандидатур для назначения представителем общественности в квалификационную коллегию судей Ненинского округа. Предложение принимается до 1 ноября текущего года. В соответствии с региональным законодательством в состав квалификационной коллегии судей Ненинского округа входят два представителя общественности. Представители общественности могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, которые имеют высшее юридическое образование, не совершали порочащих их поступков. Также они не должны замещать государственные или муниципальные должности. Должности государственной или муниципальной службы не являются руководителями организации и учреждений, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами. Документы принимаются в кабинете номер 60 собрания депутатов Ненинского автономного округа. Телефон для справок 428-81. Представители общественности, квалификационную коллегию и судьи назначаются собранием депутатов Ненинского округа сроком на 2 года. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». До встречи на следующей неделе. До встречи на следующей неделе.